Нет, ей нужна эта цепочечка, поиграть с ней. Скажи, бред какой-то, надо такое придумать. Выбор кошки против. Алиса ведет себя безумно странно. Даже Юмичу, по-моему, я первый раз в жизни вижу свою кошку. Привет, я Энни Мэджик, и это моя постоянная рубрика Pet Shopping, в которой я не только проверяю товары для животных с Алиэкспресс или из других магазинов, но и делаю топы безумных товаров для наших питомцев. И если в прошлых выпусках я показывала картинки и высказывала свое мнение, почему я считаю их безумными, то в этот раз я решила сделать еще круче. Я заказала очень странные товары для питомцев на Алиэкспресс, и мы вместе с вами оценим их безумность прямо в видео. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики, и начнем. В прошлых выпусках мы увидели много всего странного. От собачьих нашлепок на попу до стрингов для котиков. Какие-то странные товары мы с вами уже проверяли, например, мышь на пульте управления, или очень опасный эксперимент с электрическим ошейником для кошек и собак. Чего мы только, ребята, с вами не видели и не проверяли. Ссылочки на все выпуски, если кто-то пропустил, будут внизу в описании. А мы переходим к нашему сегодняшнему первому странному товару. Это кошачьи очки. Они бывают не только солнечные, вот с такими цветными стеклами, но и с прозрачными. На Алиэкспрессе я купила их за 59 рублей. Они гораздо меньше человеческих очков. Переносица у них сделана совсем по-другому, специально для носов животных, если можно так сказать. У них короткие пластиковые дужки, которые якобы должны крепко держаться на голове. Чаще всего они обычной круглой формы, с цветными или прозрачными стеклами. Сейчас мы примерим их моей киске Алиске и кому-нибудь из собак, а вы пока что ставьте лайк этому видео, если хотите больше таких роликов, и тогда я закажу еще странных товаров и сниму следующий выпуск. Кстати, эти очки бывают самых разных размеров, не только под маленьких собак и кошек. Конечно, для кого-то это и выглядит очень даже мило на первый взгляд, и киса Алиса, например, чувствует себя в очках вполне привычно. А вот собаки точно недоумевают, но все-таки давайте не будем забывать, что это явно игрушка для людей. А животным такие очки, если и не доставляют дискомфорт, то абсолютно не нужны. Они настолько маленькие, что на себя я их надеть уж точно не могу. Ну и, конечно же, этот товар я отношу к безумным и абсолютно ненужным для животных вещам. Когда я увидела это на картинке, я долго думала, что же это такое. Мы до этого безумного товара еще сегодня с вами дойдем, а вы потом напишите в комментариях, какой из всех вам показался самым безумным, или расставьте их от одного до пяти, или, может быть, напишите, какой товар вы еще хотите, чтобы я проверила. Следующий товар, на первый взгляд, обыкновенный прозрачный пластиковый зонтик, но зачем-то здесь цепочка. И если вы заметили, то ручка у этого зонтика расположена совсем по-другому. То есть, если вы его открываете, то открывается он в совершенно другую сторону. Как так? Зачем? Затем, что это зонтик для того, чтобы гулять с питомцами, собачками и кошками. Держите вы его вот так, и вот здесь вот эта часть закрывает животное от дождя. А цепочка эта как раз нужна для того, чтобы прицепить к ней ошейник. Честно говоря, все мои собаки немного испугались этого зрелища и напряглись. Кстати, зонтик этот стоил на Алиэкспрессе 319 рублей. Очень качественная, крепкая пластиковая ручка, металл тоже качественный, и пластик вот этот сам прозрачный тоже очень хороший. Вся конструкция действительно такая крепкая, пружинка внутри очень плотная. Алиска пришла изучать наш зонтик. Если бы я не знала, сколько он стоит, я бы дала гораздо больше, чем 300 рублей. Размеры зонтиков предлагались тоже разные, от маленьких собачек и кошечек до крупных пород собак. Алиска очень любит всякие пакеты, мешки, прятаться куда-нибудь, туннели и все такое. Давай, выходи. Нет, ей нужна эта цепочечка, поиграть с ней. Ну что ж, сейчас мы проверим, как это работает. Ну, в принципе, он защищает тебя всю, Эйван тоже хочет с тобой идти гулять. Пойдем, пойдем, Софиш, пойдем. Это работает, Софиш, как поводок, только это зонтик над тобой. И я бы даже сказала, что, может быть, это не настолько безумный товар, как кажется на первый взгляд. Это абсолютно нормальная первая реакция на подобную вещь. Собака встретилась с тем-то абсолютно незнакомым, для нее это новинка, и ей нужно, конечно же, привыкнуть. Для этого понадобятся тренировки. Но, возможно, это не такой уж странный идиотский товар, как показалось мне на первый взгляд. С одной стороны, это какое-то безумие, ну, не ходите вы гулять со своей собакой, уж тем более кошкой, в дождливую погоду. Но иногда, может быть, кому-нибудь эта вещь даже бы пригодилась. Да, Софиш, давай я тебя отстегну. Я никогда не нуждалась в подобных вещах, и вряд ли мне она пригодится. Вот этот товар я еще даже не открывала, он до сих пор в пакетике. Я заказала самый маленький размер, точно так же там есть и гигантские размеры для самых больших собак. Стоила эта вещь 100 рублей. Это вот такая вот львиная грива для того, чтобы надевать ее на кошку или на собаку. У меня, как вы видите, очень маленькая под маленьких животных, но есть и реально большие. Давайте посмотрим, как это выглядит на животном. Но запомните, делаю я это первый и последний раз, точно так же, как с электрическим мошенником на себе. Это не одежда. Это как раз ненужный абсолютно для животного элемент. Это что-то вроде шапочки или парика на липучке в виде львиной гривы из искусственной шерсти. Ну что, неудобно тебе в твоем парике? Конечно же, неудобно. Скажи, бред какой-то, надо такое придумать. Выглядит это, конечно же, очень смешно. Такая вот грива на собачке. Особенно, наверное, будет смешно смотреться на какой-нибудь крупной собаке, типа лабрадора. Миша даже, мне кажется, подходит, сливается с ее шерстью. Выглядит, конечно, очень странно. Я стараюсь говорить абсолютно обычным тоном и ни в коем случае, конечно же, своим тоном не демонстрировать насмешку над животными. Но самый главный лев у нас это киса Алиса, и ей это явно не нравится, поэтому давайте скорее уже избавимся от этой штуки. Следующая в нашем списке из вот этого вот пакетика вот такая маленькая, казалось бы, непонятная штучка. Она стоила 33 рубля, и, как оказалось, это массажер для кошек или собак, но не просто массажер, а массажер для щек. Эти массажеры тоже бывают самых разных размеров. Это как бы такие щипчики, на которые надето 4 колесика, и когда вы двигаете ими, эти колесики шевелятся. А за счет щипчиков они сжимаются и как бы должны массировать щечки вашего питомца. Сейчас сделаем кому-нибудь массаж, а вы не забывайте, что на других моих каналах тоже ролики, на канале Magic Pets, и на моем канале Animagic ролик по просьбам вашим про мои страшные кошмарные сны. Ссылочки будут в описании, потом посмотрите, а мы проверяем. Вообще, все мои собаки очень любят массаж, и, если честно, мне даже кажется, что Юмичу нравится массирование щечек этим инструментом. М? Юмичу, ты кайфуешь, что ли? Мишаня у нас самый любитель массажа, и я прочитала, что массировать можно еще и другими способами, например, вот так вот на спине. Также было написано, что можно массировать шею. Основная функция все-таки массажер щек, и София отворачивается, то есть ей не очень приятно. Не нравится тебе, Софиш, эта штука? Кис, Алис, ну что, как тебе массажер? Киска Алиска решила, что это игрушка, которую нужно грызть, и массировать ей ничего не надо. Алиска отказалась. Выбор кошки против. А вот этот товар для кошек, безумный он или нет, мы еще с вами решим, это вот такая вот странная щетка. Казалось бы, просто расческа для кошек, но нет, здесь нет ни ручки, ничего. И в комплекте с ней идет вот такой вот пакетик с травой под названием валерьянка, сушеная валерьянка. И стоил весь этот наборчик 150 рублей на Алиэкспрессе. Дело в том, что эта щетка, здесь есть еще в комплекте болтики, цепляется на дверь или косяк. Туда насыпается любимая кошачья трава валерьянка, и крепится она куда-нибудь именно для того, чтобы кошка сама расчесывала себя, делала себе массаж и терлась об эту щеточку. И получала удовольствие. Киса Алиса явно очень активно реагирует на эту штуку. Она ей сразу же заинтересовалась и почему-то хочет ее сгрызть. Если я буду держать ее в руках, обопру ее, посмотрим, будет ли она об нее тереться. Она почему-то не трется об нее, а точит свои зубы. Она ее пытается грызть, вместо того, чтобы чесаться об нее. Реакция, ребят, действительно удивительная. Я честно признаюсь, я никогда в жизни не видела, как ведут себя кошки с валерьянкой. Честно скажу, я первый раз в жизни вижу такую странную Алису. Ее вообще поведение очень странное. Я не понимаю, что происходит, Алиса. Алиса ведет себя безумно странно. Я никогда не видела ее в таком состоянии. Даже Юмичу, по-моему, не понимает, что происходит с Алисой. Я первый раз в жизни вижу свою кошку в таком состоянии. Я не понимаю, что это за жесть такая. Без травки внутри этот предмет, скорее всего, был бы бесполезен, и кошки бы об него не терлись. А вот то, что он делает безумными кошек, благодаря тому, что внутри, это точно. Пользоваться странными товарами для животных или нет, решать, конечно же, вам, хозяевам. Я лишь высказала свое мнение. Самым менее безумным мне показался зонтик. Он все-таки может хоть как-то в крайнем случае пригодиться в жизни. А вы пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если хотите еще подобных выпусков. И переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах. Увидимся скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok